Турция США М-270 залпового Рачкет-Цыстьем М-270 РСЗО является бронированным, самоходной, реактивной минометы, тип реактивной артиллерии. С тех пор, как первые М-270 были поставлены в армию США в 1983 году, РСЗО были приняты на вооружение нескольких стран НАТО. РСЗО была разработана совместно с Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, Западной Германией, Францией и Италией на основе более старой ракетной системы общей поддержки, ГСРС. Система вооружения АРСЗО М-270 известна под общим названием «Самоходная заряжающая, пусковая установка, СПЛ-Л, РСЗО М-270». СПЛ-Л состоит из трех основных подсистем, модуль запуска загрузчика М-269, ЛЛМ, в котором также находится электронная система управления огнем, соединен с транспортным средством-носителем М-993. М-993 является производным от шасси Бродли и Фиктинг Верчли. Доктрина «Холодной войны» для М-270 заключалась в том, что машины рассредоточивались по отдельности и прятались до тех пор, пока это не понадобится. Затем переместились на огневую позицию и запустили свои ракеты, немедленно отошли к точке перезарядки. Затем переместились в совершенно новые укрытия рядом с другим местом стрельбы. Эта тактика «Стреляй и убегай» была спланирована, чтобы избежать уязвимости для советского контрбатарейного огня. Один М-270, стреляющий 12 ракетами М-26, сбросил бы 7728 бомб, а одна батарея РСЗО, стреляющая 108 ракетами, имела огневую мощь, эквивалентную 33-дивизионным пушечной артиллерии. Система может стрелять ракетами или ракетами МГМ-140 от ЭЧМС, которые содержатся в сменных блоках. Каждая капсула содержит 6 стандартных ракет или одну управляемую ракету от ЭЧМС. Эти два типа нельзя смешивать. ЛЛМ может одновременно удерживать две капсулы, которые загружаются вручную с помощью встроенной системы лебедки. Все 12 ракет или две ракеты от ЭЧМС могут быть выпущены менее чем за минуту. Один пусковой огневый 12 ракет может полностью одеяло 1 квадратный километр с боеприпасами. По этой причине РСЗО иногда называют системой удаления квадратов сетки. Метрические карты обычно делятся на сетки размером на 1 километр. Или неофициально среди артиллерийского персонала как перст бога, поскольку одна пусковая установка может дезинфицировать весь квадрат сетки, который на типичной карте имеет размер кончика пальца. Типичный кластерный залп РСЗО состоял из трех машин М270, каждая из которых стреляла всеми 12 ракетами. С каждой ракетой, содержащей 644 гранаты М77, весь залп сбросил бы 23 184 гранаты в целевой области. Однако при 2-х процентном уровне неразорвавшихся боеприпасов по территории будет разбросано около 400 неразорвавшихся бомб, что может поставить под угрозу дружественные войска и гражданское население. В 2006 году РСЗО была модернизирована до огневых снарядов. Фаза испытаний управляемого унитарного снаряда, XM-31, была завершена по ускоренному графику в марте 2006 года. В связи с заявлением о срочной необходимости управляемый унитарный снаряд был быстро развернут и использован в боевых действиях в Ираке. Лачхейт Мартин также получила контракт на преобразование существующих ракет М30 «Дуальпурпосим» Провед обычных боеприпасов, ТПИЧМ, ГМЛРС в унитарный вариант XM-31, М-39, МГМ-140, США, Армейский тактический ракетный комплекс, АТАЧМС. Большая управляемая ракета, использующая пусковую установку М-270, с различными боевыми частями. Основная статья, МГМ-140 АТАЧМС-XM-135, США, ракета с двойной химической боевой частью, VX, нервно-паралитический агент, не стандартизирован. Обратный инжиниринг Турция, чтобы получить поставки М-26 без согласия США, и из-за того, что США неохотно далились технологиями, начало реконструировать ракеты М-26 в рамках проекта САГИ-227, чтобы иметь собственные поставки ракет. Необходима цитата. В ходе проекта САГИ-227 были разработаны артиллерийская ракета средней дальности на композитном топливе А, В, С, Д и экспериментальная управляемая ракета САГИ-227Ф, Турция ПАРС. САГИ-227Ф, Турция, экспериментальная управляемая РСЗО, ГМЛРС, разработанная Тубит Аксаги для замены ракет М-26, М-270. В 1992 году Турция закупила у США 12 единиц. Позже, в середине 90-х, были запрошены еще 24 единицы, но при условии, что они и ракеты должны быть произведены в Турции.